С нами на связи Олег Ведвицкий, исполнительный директор антиимперского блока народов. Олег, здравствуйте, рада вам в эфире телеканала Freedom. Доброе утро. Доброе утро, друзья. Вы знаете, первый вопрос, с которым я всегда обращаюсь именно к украинским гражданам, которые занимаются в целом темой коренных народов Российской Федерации. Почему Россия, давайте так, без федерации? Почему на нынешнем этапе развития истории, украинской в том числе, украинские граждане, представители общественных организаций, народные депутаты Украины и прочие обратили свой взор на коренные народы России? Какой зыск, можно так правильно, наверное, сказать? Собственно, какой итог видят сейчас в Киеве, в Украине в целом развитие именно коренных народов России? Ну, в первую очередь мы говорим об исторической традиции, потому что 80 лет тому назад в Украине был создан антибольшевицкий блок народов во время Второй мировой войны, в рядах которого были представители разных порабощенных в то время Советским Союзом народов. И сейчас мы возродили антиимперский блок народов как продолжитель дела АБН. И это есть историческая подоплека, есть исторический опыт, и главный лозунг деятельности народом – свобода человеку. То есть это подход, который гарантирует право на самоопределение, право на свободу каждому народу, каждой нации. Во-вторых, мы хорошо понимаем, что развал Российской империи, Московской империи, он не завершился в 1991 году, потому что много коренных народов, много порабощенных наций до сего времени находятся под колонизацией Кремля. Поэтому это очень важно. Ну и в-третьих, во время полномасштабной войны это важно как для Украины, так и для порабощенных народов, потому что формула настоящей полной украинской победы – это, во-первых, выход на границы 1991 года, но это не гарантия безопасности. Гарантией безопасности будет распад Московской империи, так называемой Российской Федерации, и это возможно только в случае национально-освободительной борьбы этих порабощенных народов. Именно потому Украина и надает такое изначение этому вопросу. Более того, сами представители этих национально-освободительных движений обращаются к Украине, они видят ее лидерство, видят то, чтобы она, и просят то, чтобы она надавала необходимую поддержку для их борьбы. В свое время это были какие-то общественные движения, поддержка, но сейчас это уже, как мы видим, перерастает именно в государственную политику. Это очень важно, и есть хорошая тенденция, что в Верховной Раде Украины уже фактически разработан законопроект, который эту тему, еще раз говорю, переводит в рамки государственной политики Украины. В целом, если говорить о государственной украинской политике, одним из самых, наверное, известнейших кейсов был законопроект о признании Чеченской республики Ичкирия временно оккупированной России. 18 октября 2022 года этот законопроект был зарегистрирован, позже и, собственно, проголосован и принят. А были ли обращения в целом от тех народов, которые, собственно, представлены также на различных форумах, свободной России и прочего, обращения к украинским властям, к вам, возможно, как, поймите меня правильно, использую это слово в нормальном русле лоббиста в этой теме, признание со стороны Украины, право на суверенитет, собственно. Либо же этих обращений нет, либо в малом они количестве. Вы совершенно правы. Такие обращения поступают постоянно. И теперь уже, как говорится, дело и мяч на стороне наших парламентариев, депутатов Верховной Рады Украины. Они разные. Они связаны, например, с геноцидом черкесского народа, который пережил очень трагические страницы своей истории. Они связаны с поддержкой, грубо говоря, суверенитета Татарстана, который также в свое время, как и Чечня, делал очень такие убедительные шаги для того, чтобы достичь своей независимости. И я считаю, что эта тенденция будет сохраняться. И наши депутаты, украинская власть, должны все больше и больше пределять внимание этим вопросам. Потому что, признавая право на независимость этих народов, на создание собственных государств, поддерживая их в этих намерениях, в этой деятельности, нужно делать какие-то шаги на парламентском, как минимум, уровне. И считаю, что вот этот законопроект, о котором мы говорим, или деятельность Временной комиссии, специально созданной Верховной Рады Украины, они этому будут способствовать. В свою очередь, да, действительно, эти площадки, которые есть и на горизонтали Форума Свободных Народов ПОСРоссии, которые есть в Антиимперском Блоке Народов, они также помогают этой коммуникации. И мы действительно, в хорошем понимании этого слова, лоббистами интересов этих порабощенных народов. И пытаемся максимально помочь их в их потребностях и в их идеях. То есть это очень такой динамический, реальный процесс, который сейчас очень быстро развивается в Украине. Вообще, по моему мнению, тема поддержки борьбы национально-освободительной порабощенных народов сейчас в Украине стает одной из топовых тем. И это очень важно. Главное, чтобы она имела свою реализацию именно как государственная политика. И сейчас хорошо открыто это окно возможностей во время войны, во время того, когда мы действительно можем влиять на ситуацию внутри так называемой Российской Федерации. Олег, мы уже вспоминали о том, что мобилизация, которая объявлена в России в сентябре 2022 года, особенно сильно коснулась регионов как раз с коренными народами. Многие эксперты уже указывали на несоразмерность призыва в армию представителей национальных меньшинств и коренных народов и, так скажем, титульного населения России. Так, например, в начале этой рекрутинговой кампании в РФ журналисты из здания ДОКСа выяснили, что в Новосибирской области по плану мобилизации должны призвать чуть более 2000 человек. Это 0,27 мужчины. Тогда как в Республике Саха, например, собираются призвать почти 5000 человек. А это уже практически больше, чем полтора процента мужского населения региона. Насколько вот это все, скажем так, актуализирует то, о чем мы с вами говорим? Насколько это все, возможно, увеличивает запрос внутри республик на суверенитет, на какие-то, не знаю, национальное осознание, на то, что все-таки есть такая несправедливость по отношению к малым народу? Я как историк могу сказать, что империя всегда так действовала. То есть она использовала так называемое пушечное мясо, когда за империю российскую, советскую, сейчас путинскую, воевали представители именно порабощенных народов. И это мы сейчас видим на фронтах украинско-российской войны. И это, к сожалению, не так влияет на ситуацию внутри Российской Федерации, как бы нам, наверное, хотелось. Но, тем не менее, уже первые звоночки появляются в движении солдатских батерей. Буквально на прошлой неделе мы с вами могли видеть, как проходят аресты этих немногочисленных, но, тем не менее, акции протеста своеобразных против мобилизации за возвращение солдат в российской армии. И я считаю, что это эти первые звоночки для империи, которые рано или поздно принесут свой результат. То есть, действительно, когда больше информировать через средства информации, которыми можно еще апеллировать до русского общества, тогда и делать на это акцент, тогда, наверное, задумаются и эти самые якуты, и буряты, и представители других порабощенных народов, почему такой дисбаланс, почему действительно вычищается Саха, Бурятия, тот же Башкортостан или другие республики по Волжье или Северного Кавказа, а, грубо говоря, Москва или Центральная Россия демонстрирует такой низкий уровень мобилизации. Поэтому нужно объединять и наши усилия, украинские усилия, именно информационной борьбе, потому что эту информацию максимально доносить до тех, кто в России еще может думать и может принимать решения, выходя из этой информации. Это очень важно, и я благодарю и ваш канал за то, что вы это делаете регулярно, и в этом плане мы с вами также партнеры. К слову, да, добавлю, мы чуть позже перейдем вот этой картинке, которая на экране наших зрителей. Добавлю также, что в Freedom есть несколько проектов, которые говорят о необходимости свободы и суверенитета для коренных народов, ныне проживающих на территории современной России, в том числе программа «Сокровища нации». Подписывайтесь на наши социальные сети, YouTube-канал Freedom, Freedom Kavkaz также, чтобы знать и видеть больше. Теперь к этой картинке. После невероятной исторической справки от президента Российской Федерации в интервью американскому американцу Такеру Карлсону, которая продолжалась 23, по-моему, минуты, где президент Путин, думая, что он великий историк, рассказывал о том, как развивалось русское какое-то государство, при этом не упоминая почти в своей речи фразу «Киевская Русь», бывший президент Монголии в своем твиттер-аккаунте Элбак Дорж, выставил вот такую фотографию, такие картинки. Путин говорил о территориальных претензиях, якобы исторически подкрепленных России нынешней. Вот так вот выглядела ранее Монголия, что интересно. Комментируя также этот пост, кстати, добавлю, что написал бывший господин президент, «После интервью Путина я нашел пару исторических карт Монголии, но не беспокойтесь, мы мирная и свободная страна». Конец цитаты. Интересно, что Элбак Дорж неоднократно высказывался в поддержку Украины, и эта реакция на интервью Путина, собственно, она логична. Американский политолог, интересный, Януш Бугайский, он также комментировал, собственно, этот твит, цитирую, «Буряты, тувинцы и араты, порабощенные имперской Россией, имеют историческое и демократическое право на независимость и даже на объединение с Монголией». После этой исторической справки и, в принципе, процессов, начатых президентом Путиным на территории России, и той войны, неспровоцированной против Украины, вам не кажется, что это внутри России, возможно, начало вот эти необратимые уже процессы, когда вопрос суверенитета для многих народов, он становится не просто идеей, мечтой, что ли, а вполне реальной целью, краткосрочной перспективы, либо среднесрочной? Я вам скажу больше, в конце прошлого года мы начали такой интересный проект, который называется «Университет свободных народов», в котором мы учим государственности представителей этих порабощенных народов, и да, там были представители как Бурятии, так и Якутии, так и Айрат-Калмыкии, и в завершении нашего курса, первого курса, который был, первого набора, наши слушатели, наши студенты представляли свои дипломные, грубо говоря, проекты, да, модели своих будущих государств. Так вот, эта тема сотрудничества той же САХА, Бурятии из Монголии, и роль монгольского фактора в этих процессах будущей независимости этих республик, она очень велика, и это продемонстрировали, об этом говорили даже наши студенты, наши слушатели Украинского свободного университета. Действительно, каждый фрагмент, да, так называемой Российской Федерации, а на самом деле Московской империи, он имеет свои исторические какие-то формы сотрудничества с уже состоявшимися государствами, как это Монголия, как это для тюркских народов Турция, как это для финно-угров Финляндия. И это тот другой фактор, о котором мы сегодня еще не говорили, который существенно влияет также на национально-освободительные движения, когда они ищут также свое будущее, видят свое будущее в сотрудничестве и с своими братьями, как мы говорим, Монголия, Финляндия или Турция. А когда мы говорим о Российской Федерации, то вот интересный такой момент, есть в составе Федерации Татарстан, Башкортостан, также Саха, Якутия, но нет такой части, как Россия, да? То есть еще вопрос, как во время возможного распада этой так называемой Федерации, где будет, грубо говоря, это ядро. Потому что и это ядро надо фрагментировать на Вепсов, Эрзян, на Макшан. И это очень сложный на самом деле процесс будет, но эти монолитные этно-республики, народы на самом деле, у них в первую очередь есть шанс на обретение свободы, независимости и потом сотрудничество и с цивилизованными государствами всего мира, как это может быть уже Финляндия, Турция или другие. Олег, большое спасибо за то, что нашли время присоединиться к нашему эфиру, обсудить эту тему. Олег Витвицкий, исполнительный директор Антиимперского блока народов, напомню, присоединился к эфиру. Фридом! Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.